Юля, я предлагаю, наверное, сейчас дать технику, и потом мы еще пройдемся, если успеем, по вопросам, которые у нас здесь есть в эфире. Ну, вот как раз-таки я бы хотела предложить сегодня технику, я называлась Анилана Конда, просто потому что немножко по-хозьму. Я даже не знаю, наверное, немножко расскажу теорию, почему мы ее делаем. Наш рот – это огромный пласт психики, начиная с того, что мы ртом сначала познаем мир изначально, то есть мы питаемся и все тянем в рот изначально, в детство. И, соответственно, очень часто деформация тоже на нашем пространстве происходит как раз-таки в нижней части, может быть, из-за каких-то потрясений, голода, прочих историй. И мы будем очень-очень внимательны к себе, мы будем прикасаться к нижней челюсти, мы будем отслеживать свое дыхание и будем отслеживать, замираем ли мы или продолжаем нормально дышать. Дышать желательно довольно глубоко и полно, то есть чтобы животик надувался и расслаблял, и рисовался. Можно даже немножко так форсировать свое дыхание именно в глубине дыхания, а не в его частоте. Я покажу более быстро, но мы будем делать более медленно. То есть мы будем открывать, просто открывать нижнюю челюсть миллиметр за миллиметром и ощущать, что происходит. В руках вы будете чувствовать, как ваша челюсть идет, может быть, прямо, может, справа, влево. То есть, может быть, какие-то будут остановки или скрипы, или еще что-то. Очень внимательно поддержите свою челюсть, особенно если вы знаете, что у вас с суставами есть какие-то проблемы. В общем, если какая-то острая боль, вы дальше не идете. То есть на том уровне, на котором вы пришли в таком приятном состоянии. Тот, кто может, открывает как можно дальше. В какой-то момент будет ощущение, что вы пришли в конечную точку, и в этой точке попробуйте открыть еще немножко сильнее. Может быть, она пойдет по другой траектории, ваша челюсть. Вы просто отслеживаете. И в момент, когда вы пришли уже во второй раз к крайней точке, мы начинаем плавно, так же медленно закрывать челюсть, так же чувствуя все. И в конце не форсируйте, пожалуйста, быстро не будем закрывать. Тоже очень-очень медленно, вплоть до того, куда зубки попадут на зубки. И после техники важно будет отследить свое ощущение. Напряжение, наоборот расслабление, может быть, будет вибрация или тепло. В общем, посмотрим, у кого что будет. И мы начинаем. Я надеюсь, ты тоже участвуешь, Вер. Очень медленно, следим за дыханием. Можно глазки закрыть, чтобы еще более прочувствовано выполнять упражнения. Я буду говорить, поэтому мне не совсем получается это делать так, как надо. А вы попробуйте и посмотрите, какой эффект дает это упражнение. Просто попробуйте, я предлагаю попробовать. У каждого будет какой-то сбой, отклик. У вас может возникать даже какие-то чувства при этом. Может быть, со сердцем сильнее. Может быть, какой-то подклик идет в области таза. И если вы дошли до конечной точки, вы попробуйте открыть еще сильнее. На мышцы мы не нажимаем, мы просто придерживаем челюсть. Мы просто слушаем челюсть. То есть она автономна, мы ее не держим. Мы просто ее чувствуем. И идем назад. Очень медленно тоже чувствуйте траекторию, где челюсть уходит вправо, вплево. Может быть, она подрагивает. Ощущайте, насколько вы хотите быстрее закончить эту практику. И когда вы пришли уже в закрытое исходное положение, вы можете почувствовать, что происходит в вашей челюсти во всем этом регионе. Есть ли чувство освобождения? Может быть, в одном или другом состоянии? Может, что будет? Может быть, наоборот, чувство напряжения. Может быть, у вас напрягают горта. У меня прям какая-то воздушность здесь, такая легкость. И если у вас есть воздушность, появилось стекло, может быть, вибрация, может, ощущение, как будто мурашки бегают. Это улучшение кровообращения. Могут даже ушки откликаться. То есть в ушках может быть какие-то ощущения. Может, что-то потянуло там где-то. И очень хорошо, если вам захотелось зевать, то начался процесс какого-то отпускания, проживания того, что было зажато. Вообще, если появилось ощущение, наоборот, комка в горле, я вам советую попить чего-то тёплого, например, чаем. И после глотка делать такое как бы отпускание, выдох через рот. Это, знаете, как некоторые бабушки пьют чай. Вот именно когда вы только-только проглотили, и ещё немножко ваше горло смочено жидкостью, вы делаете «аааа» и чувствуете, как там всё происходит отпускание. Щелчок при открытии – это нормально. Те реакции абсолютно нормальные. Это то, как есть на данный момент у вас. То есть если есть боль, если есть ощущение, что вы могли бы дальше, но вам что-то не даёт, то поделайте эту практику, например, три раза. Позевайте, придерживая челюсть. Потому что нам важно тоже, что если у вас есть какие-то проблемы с челюстью, если вы знаете, что она может как-то там куда-то выскочить, то вы её придерживаете и очень аккуратно к себе относитесь. Ну, эмбрионально у нас нижняя челюсть и наш таз, они формируются из одной жаберной кости. То есть вот регион всего как бы ротового дна и тазового дна – это примерно, ну, как бы садовый кост. У меня, кстати, прям расслабились мышцы там, прям так хорошо. Отлично. Вообще, в принципе, вот то, что мы умеем зевать – это самая лучшая вообще практика по расслаблению вообще всего организма. Так что зевайте на здоровье. А когда мы делаем что-то осознанно, это дополнительно даёт энергию в то, чтобы начинался процесс исцеления. Повторять можно один раз, если хочется, ну, три раза. Это не то, что прям упражнение какое-то. Это вот практика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...